Привет, друзья! Сегодня я всё-таки хочу вернуться к современным приборам и сравнить, как два популярных дозиметра умеют определять альфа-излучение. Вообще, в повседневной жизни вы вряд ли столкнетесь с альфа-излучателями. Но вот где такие загрязнения могут быть, так это в продуктах питания, особенно в грибах. Разумеется, если грибы собраны в благополучных районах, то радионуклидов в них не будет. Однако грибочки из зон загрязнения после радиационных катастроф практически гарантированно будут содержать в себе радионуклиды. Последствия излучения альфа-частиц очень неприятны. Частицы совершенно безопасны для человека, если воздействие радиации происходит снаружи. Через кожу альфа-излучение не проходит. Его останавливает даже слой эпидермиса. Да и в воздухе пролёт альфа-частиц исчисляется миллиметрами. Однако при попадании альфа-излучающего радионуклида внутрь организма картина меняется. Альфа-частицы имеют огромную энергию в несколько мегаэлектрон-вольт. И они с лёгкостью разрушают атомы и молекулы, из которых состоит наша ткань. В результате возникают мутации клеток, возможные и опухоли. Поэтому у каждого радиофоба в коллекции должен быть прибор, способный определять не только гамма, но и альфа-излучение. Из бытовых дозиметров, которые позволяют это делать, самые популярные это Радиоскан 701 и МКС-01СА1М. Оба они используют один и тот же слюдяной датчик β1.1, который умеет обнаруживать альфа-излучение. Поскольку счётчик одинаковый, то можно предположить, что и результаты измерений будут примерно одинаковыми. И действительно, что касается измерений гаммы и β, оба прибора показывают сходные данные. А вот при альфа-измерениях это не так. Если посмотреть на приборы со стороны счётчика, то можно заметить, что между решёткой и слюдяным окошком счётчика есть некоторое расстояние. Я измерил и у Радиоскана от вот этой плоскости до слюды 5 мм, а у МКС 4 мм. Всего 1 мм разницы. Но для альфа-частиц это довольно много. В качестве альфа-излучателя я возьму пластину от китайского датчика дыма ХИЗ-07. Здесь содержится радионуклид Америцей-241. Он активно излучает альфа-частицы. А ещё излучает гамма-лучи с низкой энергией, около 60 кВт. И за эту низкую энергию его очень любят сцинселяционные приборы, например, AtomFast. Раз уж речь зашла о датчиках дыма, то скажу, что китайцы делают их по принципу «как получится». Давайте посмотрим, что написано на крышке. Содержит радиоактивное вещество Америцей-241 не более 29,6 кБк. Но в каких дозах там будет изотоп, никто не знает. Вот смотрите, у меня есть два невскрытых датчика. Замеряем первый прибор AtomFast. Получаем активность в районе 270 микрорентген в час. Замеряем второй. Активность порядка 400 микрорентген в час. Ещё у меня был третий, который я как раз разобрал. Там было около 200 микрорентген в час через корпус. Второй важный момент. Эти датчики пачкаются. Я после разборки протёр рабочую поверхность пластины ватной палочкой. И она сразу показала плюс 3 микрорентгена в час к фону. Так что будьте осторожны. Теперь перейдём к измерениям. Как я уже говорил, пробег альфа-частиц в воздухе – это всего несколько миллиметров. Поэтому буду прикладывать источник вплотную к корпусу дозиметра. Чтобы корректно определить альфа-поток, необходимо выполнить два измерения. Первое измерение при наличии фильтра, который отсекает альфа-частицы, пропуская только гамма-кванты и бета-частицы. Таким фильтром является обычная бумага. Альфа-частицы через неё не проходят. Второе измерение без фильтра, когда на счётчик попадают все виды радиоактивного излучения. Разница между первым и вторым замерами и будет плотностью альфа-потока. Радиоскан удобен тем, что самостоятельно рассчитывает разницу и показывает конечный результат. А вот в случае с МКС нужно будет вычесть значение самостоятельно. Итак, переводим радиоскан в режим альфа. Закрываем окно счётчика фильтром из бумаги. Прикладываем источник радиации и начинаем первое измерение. Видим в районе 900 частиц. Определённая погрешность у нас достигнута. Теперь убираем фильтр и проводим второе измерение. Итого радиоскан показывает, что активность источника в районе 18 тысяч распадов в минуту с квадратного сантиметра. Конечно, это условная цифра, поскольку у нас точечный источник, но для ориентирования сойдёт. Давайте попробуем то же самое провести с МКС. Переключаемся в режим альфа. Измеряем сначала с фильтром, то есть без альфа-частиц. Переключаемся в режим альфа. Видим где-то 650 частиц в минуту. Это, конечно, условные частицы, так как на самом деле импульсы, вызванные гамма-излучением. Теперь убираем фильтр. Показания сбрасываются. Подносим источник. И получаем зашкаливание. А если помните, радиоскан показывал 17,5 тысяч частиц в минуту с квадратного сантиметра. А вот если отодвинуть источник от корпуса буквально на 1-2 миллиметра, то до счётчика будет долетать гораздо меньшее число альфа-частиц. Это как раз та разница в расстоянии до счётчика у обоих дозиметров. Сейчас я ещё проведу измерение альфа-потока в рентгенах, что, конечно, делать некорректно. Но если произнести волшебное слово условно, то всё становится можно. Радиоскан показывает в районе 10 миллиарентген в час. МКС показывает значительно большее. Около 22 миллиарентген в час. То же самое повторим для беты. Опять же, замер условный. Радиоскан показывает около 9 тысяч распадов. МКС показывает 22 тысячи распадов. И в режиме бета не зашкаливает. Хотя я по-прежнему держу источник вплотную окошко. Это интересно. То есть алгоритмы для альфа- и бета-потоков отличаются. К сожалению, радиоактивных грибов у меня нет. И других альфа-источников тоже нет. А из проведённого условного опыта можно сделать предположение, что МКС будет более чувствительным к альфе, поскольку в нём счётчик стоит ближе к поверхности корпуса. Так что если вам нужен бытовой прибор именно для измерения радиоактивности продуктов, то МКС, скорее всего, насчитает больше частиц, чем радиоскан. Хотя в данном случае важно не количество альфа-частиц, а сам факт их наличия в пищевых продуктах. Всем спасибо за просмотр и до встречи!